30 марта в администрации города Заволжья прошла традиционно еженедельная городская оперативка. Традиционно на оперативке присутствовали руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний и специальных служб города. В оперативной обстановке в городе доложил замначальника Заволжского отдела полиции Андрей Митяев. По его словам, за прошедшую неделю было зарегистрировано 381 сообщение и заявление, из них 69 о преступлениях. Возбуждено 26 уголовных дел. 13 из них раскрыто. По административным правонарушениям возбуждено 148 дел. За мелкое хулиганство составлено 13 административных протоколов, за распитие спиртных напитков 32 протокола, за мелкое хищение 2, за нарушение правил торговли 5 протоколов. Из наиболее значимых преступлений. 13 мая 2017 года неизвестные лица позвонили заявителю, представившись сотрудниками следственного отдела города Москвы, сообщили, что заявителю полагается получить деньги, как потерпевший, но необходимо заплатить налог. Впоследствии заявитель через Сбербанк перевела деньги неизвестным лицам в сумме 170 тысяч рублей. Заявитель Ботникова, Альвина Геннадьевна, проживает в городе Заложья, проспект Держинского. И еще одно значимое преступление, это 25 мая 2017 года в 16.00, неизвестное лицо, находясь в доме 15 по улице Пушкина, городе Заложья, открыто похитила у несовершеннолетнего сына заявителя горный велосипед «Скингер», темного цвета, с красными полосными норами. Приметопозреваемый на вид около 18 лет, рост меньше 160 сантиметров, был одет в серую пульку с капюшоном, сообщил сбитников Александр Николаевич. Начальник пожарно-спасательной части в городе Заволжье Михаил Дорофеев доложил об оперативной обстановке. В период с 22 по 28 мая в городецком районе не случилось 3 пожара, 2 возгорания и одно короткое замыкание без возгорания. По пожарам. 23.05.2017 в 3.30 городецкий район в городе Заложье с привокзальным домом 1 автомобиль ВАЗ-21099 собственник Кузлов Сергей Владимирович. Предположительность и неисправность электрооборудования транспортного средства. Обгорели моторный отсек, салон автомобиля на площади 2 м2. 24.05.2017 в 2.34 городе Городец, улица Коммунаров, дом 21, Лжевда гражданина Гаджиева, Джафара, Лигаулу, Ваглы. Предположительный недостаток конструкции, вставление электрооборудования в пристрое. На строении пристроения уничтожены огнем полностью, сгорела кровля дома, обгорели стены и повреждено имущество дома на площади 80 м2. Значит, и третий пожар. 27.05.2017 в 14.30. Хотелось бы остановиться более подробно. Городецкий район, поселок Иматимиряйский, улица Калинина, дом 15, ЛЖД, собственность по 1,4 доли права, то есть, соответственно, на жену, отца и детей. Дом в ипотеку взят. Городецкий дали и соседний дом номер 13, собственного гражданина Зайцева. Предположительно, шалость с огнем детей Несонову Евгения Алексеевичу, 2009 года рождения. Витог всего этого стал. Значит, сгорели оба дома с пристроями и баней. С докладом о работе коммунальных служб города выступил директор оружия КХ Александр Мерлухин. Он сообщил, что на прошедшей неделе продолжались регламентные работы по уборке дорог с движением общественного транспорта, уборка обочин дорог и зеленых зон города. 25 мая в заводе, значит, порывные ветра, сильные, 13-17 метров в секунду, значит, прошли следующие ЧП. Значит, на улице Грунина снесло крышу с мойки, это предпринимало ксенофонтов. Значит, крышу перекрыло дорогу, частично повисло на проводах. Значит, службы МЧС и ректора службы Балаконевских сетей, то есть, ЧП как бы было ликвидировано, через 20-20 доложили, что все там нормально ходить. А перед этим были звонки, дар автобусу могли проехать по дороге. Этим же порывным ветром снесло три высокорослого дерева, значит, Новомачарского береза, насколько она, это выше дома, наверное, было. Потом, значит, Пушкино-9 во дворе снесло и у высокорослого. И в районе проспекта Мира, 34-го дома, Мира-34-36, тоже снесло и у высокорослого. И на гиперстроительном 18 тоже береза снесло. Как бы, меры были приняты на следующий день, прошел сервисами. Значит, Новомачарского береза была распилена, раскрыжена, вывезена. На Пушкино-Томиры принимаются, но везде разосланы письмами, чтобы уборку произвели. Сейчас вот будем объезд производить, посмотрим, как работа выполняется. Также продолжается работа в городе по пешеходной разметке, установке знаков. Значит, сейчас заключен контракт по санитарной очистке корректоров. Сегодня представитель прием, будет объезд. И остальное все как в рабочем порядке. С ремонтом дорог. Кстовский завод перестал отпускать битум, составляющий асфальт. И нам заметили, что на федеральной трассе тоже там застой. Фрезеровка прошла, асфальт не кладился. Битума нет, асфальт не кладился. Заводы стоят. Но, вкратце, небольшой запас есть у наших подрядчиков. Но пропускная система срабатывает как бы только на маленький транспорт. Маленькими машинами сейчас развлекаем, будут возить, сделать небольшие демки. А большие площади будем закрывать, когда уже появится асфальт как бы побольше объема. Далее с докладом о работе выступил директор МУП тепловодоканал Валерий Фомин. Он сообщил, что ведутся работы по капитальному ремонту сетей тепло- и водоснабжения. Из 38 миллионов рублей, запланированных на эти цели, освоено 4 миллиона. Основной упор делается на замену запорной арматуры. Значит, по мест программе мы получили ответ от ЖКХ. Значит, нам будет выходить на Думу в июне месяц. Мы сейчас подготовили все материалы, потом прям подойдем. Значит, кредит нам отказали. Сану Бизнес Банк в пятницу ввел переговоры с Тибербанком. По крайней мере, никаких шансов мы им не обещали. Значит, на сегодняшний день 119 миллионов должны управляющие компании. Хуже всех обстановка это ДУК. С января месяца ДУК. И жил сервис номер 3, 66 миллионов. Значит, по кладбищу планируем изготовить плакаты. С просьбой не бросать мусор. Значит, будем делать там, при входе на кладбище, места складирования мусора. Где-то с установки комплиниров. Призывать народ, чтобы на кладбище принесем, покажем. Вот. Желательно помочь деньгами. На сегодняшний день музыкальная школа 95 тысяч должна. Администрация 198, бизнес-инкубатор 30, дворец культура 14, фирменная школа номер 8, 31, не считая жил сервис. Деньги сейчас не только в воздух. Так, все. Можно задеть вопрос? Жил сервис номер 3 у нас что, куда едем ты, пойми не как? Жил сервис номер 3 за последнее время, вот за последнее месяц платил 8 тысяч миллионов, потом, вот на прошлый день еще 3 миллиона, то есть текущий после же мы платим. Довало по всему у нас и 7 месяцев домов, 65 счетчиков и во время допительного сезона мы оплатили по факту, это очень большие суммы. Очень хорошо. А эти суммы это дом, который был еще до 2007 года. У вас есть какой-то график отношения к предыдущему дому или чего? Вы как-то предыдущему дому? Вы как-то диалогу ведете или вы просто платите текущему дежуете? Нет, диалога директор Валерий Павлович ведет на эту тему. Валерий, он ведет свой дом? Ну вот я вел диалог, он мне заплатил. Текущий? Нет, но он платил там значит ну они как платят по 2-3 миллиона не то что там по методу платит жил сервис 2-й там допустим они же каждый день мне платят там 200-300 то есть когда теребишь тогда платят да там система только такая директор дворца культуры Людмила Захарова доложила, что за истекшую неделю был проведен ряд культурных мероприятий. 26 числа наш образцовый хореографический ансамбль Россинникова выступал в 45-м садике по католичной группе выпускной проводили там очень большой праздник был проведен 27 числа на базе парка это мероприятие совместное с моторным заводом посвящено Дню защитника детей работало 10 площадок мастер-классы концерты проводились с 11 до 17 часов парка народу было много аттракционов паровозики все было вечером 27 числа наш ансамбль Кумнисон работал на закрытии областного фестиваля в городце Струнное вечное перо получил очень высокую оценку и приглашение на всевозможные мероприятия журналистов в Нижнем Новгороде и 28 числа наш ансамбль гармонистов участвовал в межрайонном конкурсе в Болгина играет в Болгина гармония 26-го обрабатываем парк клещей занимаемся размещением аукционных материалов для кемтеатра для открытия кемтеатра был вопрос по песочницам на прошлом заседании песочницы отремонтировали подрядчика с гигиеническими сертификатами на песок нашли но пока не привозим из-за погодных условий о деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса рассказал его директор Михаил Варламов бокс открытый чемпионат первенства города Дежимска участков 155 человек приняли участие в боксере Владимирской и Ивановской областей кроме наших первых мест 3, вторых 4 и третьих 4 плавание областные соревнования Веселовска и Ивана третье место на 50 и 100 метров легкая атлетика первенства области среди юниоров перфилы Ирина первая Наталья и Наташа пятая и Трубников Александр пятый и 27 мая показательное заключительное выступление в художественной гимнастике участвовал какого-то человек детей в закрытии сезона учебного ну и участвовая наших чемпионов Рима и телетников Кристин Дина пока существует на Худце Германии В заключение оперативного совещания к присутствующим с просьбой обратился замначальник отдела Заворской полиции Андрей Митяев Сейчас у нас регистрируется очень большой рост преступлений вот этих вот мошенничеств в частности по ДТП и очень бы хотелось через вас ваших может быть родных близких друзей как-то эту информацию распространить ни в кое чтобы люди ни в коем случае деньги не перечисляли в том числе ДТП у нас было два случая один раз в Сбербанке менеджер хорошо сработал и не дали бабушке деньги перевезти сообщили в полицию и еще один случай тоже так же позвонили сын попал в ДТП сейчас приедет человек ему передадите то есть приехал таксист но он тоже видать понял что это мошенники привез деньги в отдел полиции и их так сказать заявителю вернули но в большинстве случаев то есть это как правило люди престарелые такого пожилого возраста больно сильно вместо того чтобы позвонить сыну допустим все у тебя хорошо нет да они сразу начинают перечислять деньги поэтому вот очень большая просьба вот как-то маленько эту информацию распространить